Всем привет, с вами EXABYTE и сегодня я расскажу вам о том, как быстро заработать в GTA Online. Каждый день сотни новых игроков приезжают в Лос-Сантос и тут же задаются вопросом, как же тут быстро заработать деньги. Если в одиночной версии все понятно, то в GTA Online действуют совсем другие законы и порядки. Самый первый и доступный способ получить деньги – это грабежи магазинов. По карте разбросано примерно с десяток продуктовых магазинов, которые можно периодически грабить. Но учтите, что вам сразу же дадут звезды и за вами начнется погоня, так что заранее продумайте план отхода. К тому же, если вы будете грабить магазины подряд, то за каждый следующий вам дают уже больше уровень розыска. После грабежа не забудьте сразу же перевезти все деньги в банк через мобилку, иначе после вашей смерти большая их часть просто пропадет. Грабежи магазинов приносят по 1-3 тысячи долларов с каждого магазина. Следующий способ подзаработать – это подбирать деньги и патроны с трупов. Никогда не пренебрегайте таким видом наживы. В некоторых миссиях вы найдете ящики, которые можно сломать и забрать из них пакеты с наркотой. Каждый такой пакет стоит 500 баксов, так что играйте внимательно. Также получить деньги можно, убивая других игроков за награду. Очень часто вы будете видеть игроков, за голову которых назначена цена. Награда бывает от 1 до 9 тысяч ГТА-шных долларов. Если вы увидели на ком-то весомую награду, то можете рискнуть ее забрать. Но следите за тратой патронов и разумно оценивайте, вообще стоит ли она того. Еще один способ подзаработать, которым никто вообще не пользуется – это игровая механика, заставляющая вас подражать НПС. Называется она «Ежедневные задания». Они могут быть самыми разными – от прогулки по пляжу до угонов и краж. И выполнив все три задания, вы получите 25 тысяч долларов и 3 тысячи РП. Дается задание, естественно, один раз в день. И если вы приучите себя их выполнять, то получите неплохую прибыль. Иногда на улицах Лос-Сантоса вам могут встретиться инкассаторские машины. Ограбив такую, вы получите от 2 до 15 тысяч долларов. Выполняйте миссии с друзьями, а еще лучше организуйте с ними свою банду. В игре можно выполнить целую кучу самых разных заданий с разной оплатой, но самые дорогие задания дают Мартин и Лестер. За них вы получите до 25 тысяч баксов. За каждого друга или члена банды вам дается 10% бонус к оплате. И также не забывайте выполнять задания на максимальной сложности, чтобы бонус был еще выше. Следующий эффективный способ получить деньги в GTA Online это продавать угнанные тачки ботов. О том, как это делать и какие тачки лучше продавать, я уже рассказывал в одном из прошлых гайзов. Но сегодня я покажу вам, как легко получить и продать прокачанный Sentinel XS в ботовский за 15-18 тысяч долларов. Для этого нам нужно приехать в районный Клипс Тауэр в 23 часа игрового времени. И на этом вот бульваре появится нужная нам тачка. Если ее нет, то мы просто делаем круг по кварталу против часовой стрелки и тачка сразу же заспавнится. До 3 часов игрового времени нам будет спавнится синяя версия за 18 тысяч. А с 3 часов примерно до 4 часов ночи игрового времени спавнится желтая за 15 тысяч. Я рекомендую купить самый дешевый, самый простой гараж и забить его этими тачками. За одну ночь можно угнать 4 синих и 1 желтый Sentinel XS. Так что за пару ночей вы полностью набьете свой гараж и у вас будет запас примерно на 170 тысяч долларов. И один раз в игровой день, который длится примерно 48 минут, вы сможете продавать по одной тачке, что будет очень весомой прибавкой к вашим доходам. Следующий интересный способ заработка это ограбление. Но здесь есть один нюанс, их нужно проводить лучше всего с друзьями, чтобы никто не был в обиде. Или лучше тогда будьте хостом ограбления сами. Иначе, если не выхоз, то вам могут дать от добычи всего лишь 5% вместо положенных 20-25%. Потому что лидер ограбления сам назначает долю. А рандомные игроки обычно очень неадекватны. Пользуясь этими советами, вы быстро накопите себе на дом, офис, свой первый склад для контрабанды. Я рекомендую вам купить самый маленький склад для контрабанды. После него вы накопите на средний или большой склад. А маленький свой стартап поставите под особые грузы, которые кладут очень редко. Их лучше складировать отдельно и потом отдельно продавать. После этого вы накопите уже на склад для машин. И фарм денег у вас уже пойдет по накатанной дорожке очень быстро. Я рекомендую использовать гибридный фарм ящиков и машин. То есть пока у вас идет откат после доставки ящиков, вы привозите и продаете тачку. А после продажи тачки у вас уже идет откат на тачки. Вы опять привозите ящики. Таким способом можно очень быстро зарабатывать деньги. Я надеюсь мои советы вам помогут в ваших заработках. Пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Пишите что вы хотели бы еще увидеть. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.